Российская студия «Пассажир», украинская кинокомпания «Сотосинемагрупп», немецкий концерн «Баварияфильм» приступили к созданию психологической драмы о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС. Автор проекта — известный российский сценарист и режиссёр Александр Мендацов. 4 июня 2010 года два месяца съёмочная группа фильма «В субботу» работала в Светлодарске, Донецкой области. Там отсняли основной материал. В Наргодар продюсеры и режиссёр приезжали трижды, выбирая локации для съёмок. И вот 5 августа картину начали снимать в нашем городе. В начале лета объявили кастинг на участие в массовых сценах фильма. Любой житель города, который хотел бы сняться в эпизодах, мог прийти и записаться на съёмки. Взял объявление, я всех привела, и мужа, и подругу, и подругу с мужем, и сестру. Их не прошли? Да. Ну, а там сказали, нам актёры не нужны, нам нужна масса. Просто интересно, сам процесс интересен. Можно даже видеть, что на экране. Ну, раз наш первый фильм будет о Чернобыле, значит, о Чернобыле. От вас что требуется? Не знаю, дисциплинированность. Когда мы ещё на съёмке, мы не представляли, как мы будем выглядеть. Хотелось бы актёра увидеть, настоящего. То есть тебе подвигло любопытство, да? Да, любопытство. Хотелось бы, чтобы показали мне по телевидению. Почему бы не. В большом кино не может быть случайностей. Площадку, где снимают эпизод, привели в соответствие тому времени, о котором идёт речь в фильме. Фасад общежития и забор перекрасили в серый цвет. Не было в это время иноманок. Поэтому, когда такой автомобиль попал в кадр, машину убрали с помощью эвакуатора. Подготовка к съёмкам эпизода потребовала целых полдня. Для этого монтировали большие отражатели, выстраивали звук, а массовка всё это время ждала своего часа, пряча с теней от палящего августовского солнца. Весь съёмочный день длится 12 часов. Сам же эпизод займёт в фильме всего лишь 40 секунд. В этом фильме есть свои особенности. Во время съёмок одновременно пишется звук. Поэтому рядом с камерой следуют люди с микрофонами. Так как вас зовут? Я звук-режиссёр для кинофильма «Субботу». Для меня хорошая работа здесь, потому что мы пишем чистый звук. Мы не делаем студию, синхрон, потом. И мы говорили о этой проблеме на площадке перед съёмкой. И сейчас всё получают для меня. И это очень важно. Вы довольны? Да. Это мой третий проект на восток, германский восток. Руссия, Казахстан. Это первый опыт съёмки в кино? Ну, можно сказать, что да. Ну и как вам сегодня первый съёмочный день? Ой, вы знаете, мне очень понравилось. Очень. Потому что как бы никогда нигде не видел, как снимается настоящее кино, как всё это происходит. А здесь очень интересно, как с этими микрофончиками ходят, как вот расставляют, как просят там что-то сделать, не так говорить и там повернуться. Артисты настоящие, живые, как говорится, увидеть. Мне очень понравилось. А в чём заключалась ваша роль сегодня? Ну, у нас такая простая роль. Нужно было, допустим, создавать уличное движение. То есть вот люди идут куда-то по своим делам, кто-то там разговаривает, кто-то там что-то думает себе, там бегом пробегает. Вот такая вот работа у нас. Вы не устали? Нет, не устали. Устали только что жарко. И вот как бы много времени ждём. Ждём, 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 ждём. Раз там 20-30 минут поснимали, и опять ждёшь, сидишь. Вот только это устаёшь. Ну, на самом деле, неожиданно тяжело, потому что очень большое время подготовки, большое время, как сказать, ожиданий. И дубль за дублем съёмки, да, выбирают нужный ракурс, правильная постановка актёров, свет. Ну, в общем, на самом деле это настолько тяжело. Ну, интересно. Ну, интересно. А как вам ваши костюмы? Очень интересно. Да, замечательно вообще-то. Как родное. Как будто вернулся на машине времени в 80-е годы, да, и вот попал в эту атмосферу. Такое, очень хорошо. Да, где-то даже ностальгия какая-то взяла, потому что я приехала сюда как раз в 86-м году, в этот город. И вот эта мода, костюмы, это как раз вот в точку. Это вот то, что было как раз раньше, вот в 86-м году. А вообще я вам хочу сказать, что вот эта обстановка всё равно завораживает. Всё равно вот даже людей очень много вокруг, желающих просто посмотреть, как эти съёмки происходят, и уже ощущаешь себя уже вот актёром не только театра, но и кино. Сегодня я в роли футболиста. Но это и мой не первый опыт. На самом деле я снимался в Киеве в фильме «Бомж», бомжа играл. Снимался в «Возвращении Мухтара» в нескольких сериях. Снимался в рекламе, в клипе «Аня Лорак». А потом, ну, не сложилось в Киеве, приехал обратно в «Энергодар». И вот неожиданно съёмки снова. На самом деле по жаре очень тяжело. А где играли? А вот на стадиончике, вот на этом. Там, где сейчас ребята играют. Сколько у вас было всего? Пять человек. Пять человек играли, два на три. И как долго вас гоняли? Гоняли, ну, я бы не сказал, что сильно долго. Сначала сняли три пробных кадра, дубля. Потом три или четыре съёмочных. Потом один дубль со звуком. Всё. В принципе, не сильно долго, просто жарко. Жарко тяжело от жары. Ну, я слышала, костюмеры подобрали полностью одежду. Была проблема только с обувью. Как решили проблему? На самом деле, меня очень сильно давит. Первый съёмочный день подошёл к концу. Вы увидели, как это было. Это были маленькие новости большого кино. Субтитры сделал DimaTorzok